Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео по игре Американ Тракт Симулятор. Ребятки, продолжаем мы с вами путешествовать по замечательному штату Вашингтон. Огромное вам всем спасибо за то, что вы достаточно тепло и классно посмотрели обзор этого замечательного штата, если вдруг вы до сих пор его не видели. Ссылочка в описании, либо по аннотации в правом верхнем углу экрана. Также в этот же день, вчера получается, я выложил первый рейс в Вашингтон. Мы ехали с вами в Вашингтон, в город Олимпия. Это столица этого замечательного штата. Мы ехали с вами, если я не ошибаюсь, из Портланда. И в комментариях, в общем-то, я у вас спросил, куда бы вы хотели поехать дальше, куда бы вы хотели меня отправить. Вариантов, на самом деле, было очень много. Кто-то говорил поехать в Споккейн, кто-то говорил поехать в Сеаттл. Но, к сожалению, ни туда, ни туда почему-то игра мне пока грузов не предлагает. А предложила мне она груз в замечательный город Беллингхем, который находится прямо-прямо-прямо под самой Канадой, друзья. Вот он прям вот, ну вот, смотрите, ну вот, все, дальше уже некуда. Впереди, как говорится, канадская граница. Путь наш сегодня составит 169 миль. Игрового времени займет 3 часа. Но, я думаю, в реалии у нас где-то, ну, минут 30, наверное, это все дело займет. Вот, поеду я на замечательном грузовике Freightliner Century. Также из этого грузовика можно сделать Freightliner Columbia. Обзор на этот мод у меня выходил на канале. Ссылочку на него я также оставлю в описании, друзья. Также, плюс ко всему, вот на эти замечательные именные таблички, которые прикочевали сюда из Евротрака. Они на АТС совершенно спокойно подходят. Ничего переписывать не надо. Ссылочку на них также я оставлю в описании. В общем, ребятки, что ж, поехали. Повезем мы с вами что? Давайте посмотрим. Повезем мы с вами посуду. Tableware. Это у нас так называется по-английски посуда. Так, ну что. У нас 6 утра. Поэтому пока что еще немножко темно. В прошлом видео вы писали, что немножко с яркостью там были проблемки. Но, блин, что поделать? Такая игра. С HDR-ом, если играть на 11-м 9X, то пропадают тени в игре. Поэтому, как бы, ну, блин, ребят, извините. Так, ну что, поехали. Груза у нас не слишком много. Поэтому, я думаю, что у нас опять поездочка будет такая достаточно неплохая. В плане скорости. Вообще, я не уверен, конечно, что нам здесь нужно налево поворачивать. Ну ладно. Сразу тут занимаем правую полосу. И потихонечку будем с краснознаменной Олимпии отчаливать. Никого у нас тут нету. Отлично. Кстати, по-моему, Вашингтон. По-моему, да, реально, Вашингтон это первый штат, в котором есть кольцевые развязки. Потому что в других я не помню. То есть, может быть, они там где-то, да, применялись, но не в таких количествах. Здесь они прям достаточно часто встречаются. Отлично. Тормаживаемся моторником. Все хорошо. Что-то у нас радио, друзья, замолчало. Давайте немножечко подкрутим. Ну, ну, вроде что-то играет. Хотел дискотеку 90-х вам поставить. Но там что-то прям с музыкой вообще понты-понты. Ну, пусть хотя бы, да, какой-нибудь клубничок будет у нас на фоне пищать. Хотя бы это будет просто его слышно. Так, гонка века. Давай, давай, Фред, давай. Нам там просто налево ухать. Ладно, пропустим Кенуарта. Кстати, ребят, по Алисе мне один из подписчиков, Андрей его зовут, если я не ошибаюсь, скинул нормальные звуки Алисы с нормального Яндекс.Навигатора. Так что в скором времени я возьмусь за обновление Алисы и будут у нее нормальные звуки. Блин, дружище, ну ты вообще, конечно, просто бог и гений дорожного движения. Будет у нее нормальная озвучка. То есть нормальным голосом постараюсь все-таки приблизиться к этому опять эффекту. Вот этого голосового, да, настоящего навигатора, а не человека, который тебе на ухо бугнит. Вот это вот мне больше всего не нравится. Попробуем ее немножко оживить, эту Алису. Так, у нас огранка 60. Давайте мы круиз сейчас с вами отстроим на 65, к примеру. И все, и погнали. Написано было, если типа выпил, то не езжай. Тоже вот одно из нововведений штата Вашингтон. Ух ты, а что это такое застроение интересное? Купол прям такой. Наверное, какая-то станция здесь. Или может стадион какой-то. Интересная сооруженница. Так, а что левее? У нас там понты опять. Да, там что-то опять. Опять те же ребята с прошлой серии. Опять они там ДТФ устроили. Все им не имется, зараза. Держитесь левее, затем поверните налево. Конечно, такие, блин, маневры, от которых колеса отвалятся нафиг. Но это добавляет интересности. Не расслабляешься, по крайней мере. Тут вообще такое ощущение, будто дорога это не под нас, а под легковые. Потому что полоса тут прям реально узкая, узкая, узкая. Как будто по встречке я вообще еду какой-то, не знаю. А, я по обочине ехал, понятно. Ох, дебила. Все, друзья, это называется не проснулся еще, скорее всего. Что вы хотели? Шесть утра в игре, поэтому я немножко как бы еще нахожусь. Так, друзья, нас на весовую загоняют. К сожалению, телепас у нас не сработал. Нужно нам с вами будет заехать на весовую. Взвеситься. Да не заблудились мы, Алиса, нас вот тут отправили. Немножечко взвешиваться. Ребята еще стоят, видимо, с ночи его хлопнули, либо с вечера. И он тоже, парни, стоят с трубами. Что-то прям они в флэкбетчиках не любят на весовых. Так, что у нас там по развесовкам? Так, итоговый вес у нас 77 тысяч. В принципе, нормально. У меня тут в АТС-ке перевес это не бывает. Поэтому здесь как бы на это вообще внимания не обращаешь. Какой у тебя вес тут? И все абсолютно насрать, по большому счету. Внимание, следите за скоростью. Да-да-да, все нормально. Я просто сейчас буду ехать с такой скоростью, с которой ты мне рекомендуешь, и я отсюда буду полгода выезжать. А, нет, все правильно. Фу. Блин, они же переделали, точно. То есть здесь теперь, в принципе, можно... Братан там на Вольво. Спасибо тебе огромное, дружище. Это на старых территориях, там, когда с весовой выезжаешь, в большинстве случаев нет полосы разгона, к сожалению. Есть такая проблема в АТС-ке. В Калифорнии она особо частая была, сейчас как не знаю. Ну, по-моему, так же все осталось. В Калифорнию пока они не обновляют. Там сразу у тебя морда вылазит, ты влево смотришь. Там не то, что не в зеркало, там в окно ни хрена не видно. Не говоря уже про зеркало. Держитесь левее. Че там чувак по тормозам дал? Вообще нормально, чтобы меня пропустить. Так, мы здесь идем прямо. Никуда не сворачивая. Идем на Сеаттл. Спокейн, полумилля. Ну, в смысле, до поворота на Спокейн полумилля остается. Ну, это направо. Мы с вами, кстати, друзья, приближаемся к Сеатлу. Вот он слева, даунтаун этого города. Ну, здорово, выглядит это, конечно, перспектива. Вся сейчас меня прям откинуло действительно в третьей дальнобойщике. Сеатл Дискавери, это отлично. А где ты едешь тоже через вот эти крупные мегаполисы, и там прям ты себя реально ощущаешь в мегаполисе. Блин, немножко, конечно, я что-то разогнался. Ну, ладно. Давайте немножко скинем. Что-то прям что-то я, правда, наваливаю 65 при ограничении 50. Сейчас меня быстренько местный шериф покарает. Вот этого не хватало. То есть, да, то, что отправляли нас раньше как-то в объезд, не через город. И как-то вот ощущение вот было странное на самом деле. То есть, как будто, вроде, да, ты едешь через город, но по факту это какая-то деревня. Взять тот же Лас-Вегас, это просто охренеть, какой здоровый город. И в то же время там, ну, ты не ощущаешь себя в городе. Просто какая-то большая деревня. А вот здесь конкретно, да, тебе дали возможность проехаться рядом с даунтауном. И ты вот себя ощущаешь действительно таким вот маленьким человечком, как я и говорил в обзоре. 60. Хорошо, Seattle прошли. Блин, трафика что-то маловато, друзья. Не знаю, вроде стоит на единичке у меня трафик. Но прямо его мало. Я не знаю, почему, с чем это связано. Прямо реально мало. Ну, смотрите, дороги пустые. Раньше как-то получше, я хочу сказать, было. Именно в дефолтном значении. Просто сейчас, понимаете, в чем дело. Я почему не хочу увеличивать трафик. Скажете, увеличу. В принципе, это в чем проблема. Если вы увеличите, будет просто какая-то беспорядочная толкотня на светофорах в городе творится. Потому что не рассчитаны под большие нагрузки вот эти светофоры, перекрестки все городские. И они просто-напросто, вот игра колом встает. И получается там перекрестное движение. Одному надо налево, другому надо тоже налево. И вот они стоят, друг друга пропускают. И не могут понять, кто первый из них проедет. И тебе просто приходится нарушать, вылазить навстречу. И это все дело просто-напросто брать и объезжать. Ну, это как бы уже немножко портит атмосферу. Ну, блин, ну реально, что-то дорога пустая вообще. Просто что-то никого нету. Трафика просто нету. Странно. Но давайте спишем на то, что сегодня у нас воскресенье. Типа, знаете, там все отдыхают. Туда-сюда. Кстати, какой день у нас в игре? Монда и понедельник, по идее. Ну, ладно. Мостик какой-то. А, это, кстати, этот поворотный мост города Эверетт. Блин, впереди опять Вейстейшн. Но она, походу, закрыта. Потому что у нас телепас наш молчит. Точнее, Випас. Еще один мост железнодорожный. Не, реально, мостов очень много. Да, весовая, скорее всего, закрыта. Нет, открыта весовая, но она нам дает добро. То есть мы можем ее спокойненько проезжать. Вот обратите внимание, да, весовая уже другая. То есть действительно, там вот этот курятник такой стоит. Хе-хе-хе. Клево. Не, ну красиво. Блин, ребят, вот не знаю, разделите ли вы со мной мое мнение, да. Наверняка оно у вас будет другое. Вот в Вашингтоне почему-то хочется кататься на старых грузовиках. Я принципиально сюда не хочу ехать на VNL 860. Я принципиально сюда не хочу ехать, допустим, на Новой Каскаде. Вот на чем-то новом. Мне почему-то кажется, что этот штат идеально подходит под классику. То есть вот Classic XL, которая прошлая серия у нас была. Peterbilt какой-нибудь, вот допустим, от того же Жеки Рудакова 389. Обзор, ребят, кстати, скоро будет уже на него. Уже проводятся внутренние тесты. В принципе, проблемы все, грубо говоря, были решены. Там мелочи остались. Так что ждите, ребятки. Пока, ну, можно, в принципе, уже серию на нем записать. Но я думаю, это будет просто немножко нелогично. Как бы серия выходит сейчас. Обзор выйдет потом. Ну, как-то странновато. Надо было немножко сиденья отодвинуть. Вот, пожалуйста, тоже везет, чувак, металлолом. Такенвортики, красавчик. Здорово, братишка. Большая такая стояночка. На весовой. И вот, да, возвращаясь вот к этому разговору про классику. Ну, не знаю почему, но вот у меня вот создается такое ощущение, что этот штат вот именно только для классики. Вот, для старых таких грузовичков 90-х годов, там, начало 2000-х. Ну, тем временем, друзья, мы с вами подъезжаем уже. Беллингем. Город Беллингем. Такой прям приграничный городок. Вообще, по идее, вот этих приграничных городках, как бы, уже знаете, должна быть... По большей степени машины должны ездить с канадскими номерами. То есть, потому что, как бы, типа, у нас Канада и все такое. Здесь вот буквально впереди туда чуть-чуть проехать, и уже Канада будет. Ну, не знаю, как по мне, это логично. Бля, какой на волю полетел. Не останавливаясь. Сразу, да, такая начинается типичная американская застройка. Сразу шапчики всякие тут они ставят. Спешить не будем. Впереди красный. Пожалуйста, еще один шап. Прямо перекрестки дорог. И спереди кафешечка. Право поворотик никуда. Налево на Сеатал у нас был. Опять же, да, кафешечка, люди отдыхают. Ну, знаете, такой вот типично старый классический американский город. Невысокоэтажная застройка. То есть, двухэтажка, трехэтажка максимум. Но достаточно широкие улицы, что вот интересно. То есть, две полосы прям внушают. Так, у нас тут знака нет о том, что нам не разрешено поворачивать направо на красный. Поэтому мы на красный направо поворачиваем. Ну, конечно, но надо убедиться в безопасности нашего маневра. Вроде нам никто на перерез не вылазит. Отлично. Ой, отлично. По обровочке прям прошелся. Хорошо какая. Разметка такая странная весьма у них в этом городе. Но она, скорее всего, то ли светоотражающая, то ли что-то в этом роде. Очень похоже на светоотражателя. Вот, кстати, ребят, поставил тоже мод Invisible Diadem. То есть, вот этих крестиков нет. И смотрите сразу, как вот по-другому смотрится игра. Ракета какая-то тут прям даже стоит старый город. Слушайте, прикольно. И смотрите, да, вот где вот эти повороты, перекрестки есть, откуда нам нельзя ехать, по идее, да. И сразу как смотрится по-другому карта. То есть, действительно, такое ощущение, то, что ты находишься в огромном, грубо говоря, городе. Еще один мемориал какой-то, смотрите, интересный. И не ограничивает тебя хотя бы визуально, да. Ты, конечно, понимаешь, смотришь на навигаторе, что ты туда не уедешь. Но, тем не менее, тебя визуально как бы не ограничивают. То есть, нигде вот этих вот нету крестиков. И сразу ты себя как-то чувствуешь посвободнее, согласитесь со мной. Ссылку на этот мод также, друзья, оставлю в описании. Так что, если что, качайте, тоже кайфуйте. Только смотрите на навигатор, потому что он убирает коллизию с этих крестиков. То есть, эта дорога по факту становится открытой. Слушайте, а долго мы едем через этот город? Мы уже в какую-то промку заезжаем. Думаю, в принципе, можно было там даже дальше по фривэю движение продолжить. Нафига нас через город навигатор послал? Непонятно для меня это, непонятно. Не будем мучить машину. Ну, здесь уже жилые такие дома пошли. Опять же, типичная американская такая застройка. Ну, видно, что не супер-пупер, конечно, район. Не лакшери-хаты здесь у них стоят. Но, все равно, тем не менее. Свои дома. Флаги американские. Ну, это прям классика. Весьма странно, что через такие жилые районы нас отправили вообще на грузовике. Какая-то лесопилка. Приготовьтесь к повороту направо. Так, ну, нам не на лесопилку, нам за нее. Знак говорит, что там пятерка у нас, шоссе. Окей, окей. Поехали. Отлично. Что мы куда-то едем, ребята. Ой-ой-ой, куда ж ты так? Братец, кролик. Я, конечно, все понимаю. Вы бздуны, американцы. Рядом там с этим проехать не можете. Вам надо на полкилометра уехать. Чтобы там... Нормально все было. Я помню, в Орегоне, кстати, где-то мы ехали. Тоже с вами рейс у нас был по Орегону. По такой частной застройке мы ехали. И там у кого-то день рождения был. Тоже интересная такая была пасхалочка. Так, нам там направо надо будет уходить. Слушайте, ну, город здоровый. То есть, прям реально. Тридцаточку поставим. Что, нам там уже надо будет скоро останавливаться. Все, ну, и даже тракстапчик есть. Такой небольшой стояночка с заправочкой. Колонки старые, конечно, такие. Я думаю, качать они там долго у нас будут. Ну, народ живет, кайфует. Да, я думаю, надо было дальше просто, блин, ехать, наверное, по этому фриваю. Ну, просто свернули там, да и все. Что на меня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это такое было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нихрена себе. Вот это лаги. Я не знаю, что это такое, пацаны, серьезно Я больше не буду смотреть ни вправо, ни влево То ли Это косяки 11-го Дирит Икса Скорее всего Другого просто у меня В ряда развития событий нет Так, тут у нас тоже Знака нет о том, что нам надо повернуть Точнее, что нам не запрещено Не разрешено Ох ты ж, ёпта, дэй, мара, вара Факинг вери вэл, пацаны, я не знаю, что это такое Вроде отлагало Да, все нормально Фу Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Нихрена себе Какая-то тут, я не знаю То ли это недоработка какая-то еще То ли это из-за беты что-то Не знаю, парни Мы прибыли, Алиса, хорошо, спасибо Блин, я боюсь смотреть туда на самом деле Ой-ёй-ёй-ёй Когда прямо в ту сторону смотришь Ой, твою мать Давайте так хотя бы попробуем припарковаться Я не знаю, правда, ребят, я не знаю, что это такое Понятия не имею Когда смотришь прямо, начинается вот этот вот баг по текстурам Не знаю, что это такое Будем надеяться, что это косяки пока что 11-го до Rutex Так, ребятки, ну что Вот, в принципе, и все Вот такой у нас сегодня с вами получился Ой-ёй-ёй-ёй Вот такой у нас получился сегодня с вами достаточно интересный рейсик Вот такая красивая у нас машинка Город Беллингем 100, там сколько у нас, 60 или сколько-то там миль у нас было В общем, ребятки, я надеюсь, что вам это всё нравится, конечно же Пишите в комментариях ваши идеи Опять же, по поводу того, куда дальше поехать Но я думаю, реально будет логичным сейчас отправиться на восток В город Умак, допустим, Колвиль И уже добраться до Спокейна Здесь, кстати, дорога будет очень интересная Как видите, она такая извилистая И пойдёт она уже по северу штата И напишите в комментариях, на каком бы грузовике вы бы хотели увидеть следующий рейс Неважно, приватный, неприватный Просто какой-нибудь хороший грузовичок Всё, друзья, на этом всё С вас подписка, колокольчик, комментарий, лайк Все ссылки повторюсь в описании Всё, друзья, пока-пока, увидимся Субтитры сделал DimaTorzok